Какие функции выполняет кровь? Как проявляются заболевания крови? Какие народные средства помогут поддержать состав крови? Смотрите видео до конца и узнаете, чем можно помочь крови выполнять свои функции. Перед просмотром видео хотим поздороваться со всеми и пригласить подписаться на канал тех, кто еще этого не сделал. В организме человека 5-6 литров крови. Это жидкая субстанция, осуществляющая транспортную и многие другие функции. При нарушении состава которой или уменьшении общего объема отмечаются выраженные изменения общего состояния и возникают проблемы со здоровьем. Какие функции выполняет кровь? Кровь состоит из плазмы и находящихся в ней клеток. Клетки имеют разную структуру и функции. Это эритроциты, содержащие гемоглобин, транспортирующий кислород. Лейкоциты, нейтрализующие различные чужеродные белки, выполняющие защитную функцию. Тромбоциты, отвечающие за свертывающие свойства крови. В плазме содержатся и распространяются по организму питательные и полезные вещества. Организм устроен так, что кровь умывает каждую клетку, добавляя в нее все, что нужно. Кровь в организме человека выполняет следующие функции. Транспортную, переносит по всему организму кислород, питательные и полезные вещества, ненужные продукты метаболизма для их выведения. Терморегулирующая и поддерживающая взаимное влияние друг на друга органов и систем. Защитная, синтезирует вещества, нейтрализующие различные токсины, участвует в формировании иммунитета. Поддерживает постоянство внутренней среды тела человека. Выполняет механическое достижение необходимого тургора ткани и органов. Кровь очень важная субстанция, при появлении изменений в которой организм сразу ощущает отрицательное воздействие на работе основных органов. Поскольку кровь постоянно находится в движении и распространяется по всем органам и тканям, то и нарушения, происходящие в ней, тут же отражаются даже на самых отдаленных участках тела. Нарушения, связанные с проблемами крови, могут возникнуть во время кровотечений, развития повышенного тромбообраза, заболеваний, связанных с патологическим состоянием элементов клеток крови. Как проявляются заболевания крови? Если рассматривать отдельно составляющие элементы крови, то заболевания крови могут быть связаны как с их избытком, так и с недостатком. Давайте все разбирать постепенно. Эритроциты являются основными элементами, переносящими газы по организму, кислород к тканям и углекислоту к легким. При понижении количества эритроцитов развивается состояние, которое называется анемией. Оно может быть связано с нарушением обмена веществ, когда плохо усваиваются железо или некоторые другие минералы и витамины. Анемия может быть токсического характера, когда происходит разрушение эритроцитов. При анемии человек ощущает слабость, сонливость, отмечается бледность кожи и слизистых. Нарушается работа сердца и легких, возникают одышка и тахикардия, страдает головной мозг. При повышении количества эритроцитов это состояние называется эритроцитозом. Эритроцитоз возникает при повышении секреции эритроцитов и проявляется симптомами сгущения крови, замедления кровотока. Лейкоциты являются клетками, осуществляющими защитную функцию. В норме количество их увеличивается при любом бактериальном воспалении. Заболевания крови, при которых нарушается синтез лейкоцитов, происходит выработка в большом количестве неактивных злокачественных клеток. Либо наоборот, происходит подавление их образования и количество лейкоцитов резко понижается, называются лейкозами. Это тяжелые заболевания, часто приводящие к непоправимым последствиям. Они характеризуются иммунодефицитом, постоянным воспалительным процессом, обусловленным любыми микроорганизмами, даже теми, которые в норме не вызывают никаких изменений. Тромбоциты являются клетками, регулирующими свертывающую систему крови. При увеличении их количества развивается склонность к тромбозам, тромбоэмболии. При уменьшении отмечается кровоточивость, развиваются геморрагические проявления. Такие болезни протекают с образованием подкожных кровоизлияний, склонности к кровотечению. Например, геморрагическая пурпура или геморрагический воскулит, воспаление сосудов. Заболевания крови могут носить как доброкачественный, так и злокачественный характер. Но всегда требуют наблюдения врачей-специалистов по крови, гематологов, соблюдения определенного режима поведения и питания. В зависимости от причины, вызвавшей заболевания крови, возможно вместе и с различными препаратами использовать и народные средства. Какие народные средства помогут поддержать состав крови? Среди народных средств, которые оказывают действенно влияние на состав крови, отмечаются в первую очередь продукты питания. Вот чем можно поддержать организм при разных нарушениях в составе крови. При анемии, обусловленной низким уровнем железа и витамина В12 следует использовать в пищу гранатовый сок. Говяжью печень, куриные яйца, зелень петрушки, свежие яблоки. Для поддержания организма при лейкозах необходимо употреблять пищу, которая хорошо и быстро переваривается. Не нагружает желудочно-кишечный тракт, содержит аскорбиновую кислоту и минералы. Такими продуктами являются овощи и фрукты, морепродукты, нежирная сорта мяса и птицы. Если заболевание связано со склонностью к тромбозам, количество тромбоцитов повышено, то надо употреблять в пищу телятину или индейку, рыбу, обезжиренные молочные продукты, каши из цельнозерновых круп. При склонности к кровотечениям обязательно уделять внимание количеству овощей и фруктов с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Это шпинат, цитрусовая, черная смородина, облепиха и клюква. Для поддержания постоянного необходимого объема крови не следует забывать про употребление воды, которой надо выпивать около 2 литров в сутки. Кроме продуктов питания оказывает на состояние крови положительное воздействие пешие прогулки на свежем воздухе, необходимое количество времени для отдыха, выполнение различных упражнений, посильное занятие спортом. Еще возможно применение рекомендаций, основанных на использовании лекарственных растений. Такими возможностями обладают следующие, травы и кустарники. Вот, например, при анемее поможет чай из цветков липы, в который надо добавить на стакан чайную ложку меда и 2 столовые ложки натурального красного виноградного вина. При различных проблемах с кровью поможет настой из побегов гречихи, которые настаивают, заливая стакан цветущих растений литром кипятка и принимают без всяких ограничений при анемее или лейкозе. Приправа из высушенной морской капусты, добавленная в первое и второе блюда, улучшит обмен веществ и положительно повлияет на кроветворение. При заболеваниях крови помогут чаи из листьев земляники и брусники. Необходимо заваривать в чашку и выпивать после каждого приема пищи. Для уменьшения количества тромбоцитов при тромбоцитозах можно применять упаренный виноградный сок, который следует приготовить, выпаривая на маленьком огне обычный сок для уменьшения его объема в три раза. В день надо выпивать 200 мл такого напитка. Хорошими разжижающими кровь свойствами обладает мята, ведь она содержит ментол, аскорбиновую кислоту и каротин. Мятный чай улучшает свойства крови, повышает ее текучесть и уменьшает склонность к образованию тромбов. Повышает гемоглобин клевер, его можно просто есть в виде сорванных цветочков. Можно заваривать и пить отвар, для этого всего 5 свежих цветков надо залить стаканом кипятка и дать настояться в течение 30 минут. Потом полученный настой разделить на 3 порции и употреблять каждую часть перед основным приемом пищи. Курс лечения 3 недели. При тромбоцитопении помогут отвары и настои из сухих ягод вишни, черноплодной рябины, шелковицы, плодов шиповника. При заболеваниях крови важно знать, что необходимо делать, как влиять на организм, чтобы не вызывать обратной реакции. Именно поэтому даже употребление продуктов, использование травяных и фруктовых чаев необходимо обсуждать с врачом-гематологом. Заболевания крови надо постоянно контролировать, чтобы не возникало никаких осложнений. При нарушении состава крови следует проводить регулярное обследование с определением общего анализа крови, активности факторов свертывания крови, биохимию крови. Также следует обращать внимание на то, как справляются со своей работой печень, костный мозг, селезенка и лимфоузлы. Прекрасным народным средством для поддержания организма при заболеваниях крови является проведение закаливающих процедур, которые не позволят спасать перед различными инфекциями. Если кровь стала более жидкой и плохо справляется со своими функциями, следует пересмотреть свой образ жизни. Надо изменить не только диету, но и пересмотреть каждодневное поведение. Не следует бывать в людных местах, проводить активные тренировки, переохлаждаться или, наоборот, перегреваться. При заболеваниях крови не надо посещать баню и подвергаться ультрафиолетовому облучению. Следует как можно меньше нагружать организм избытком отрицательных эмоций. Необходимо вести размеренный образ жизни. Больше просто гулять, бывать в местах, где приятно проводить время, общаться с близкими. Правильная диета, достаточное количество воды, умеренная физическая активность, положительные эмоции позволят справиться даже с самым тяжелым гематологическим заболеванием. Берегите себя!